Добрый день! Замечательно, что мы можем собраться вместе. Прошла еще одна неделя. И это здорово, что у нас есть с вами назидание во Христе. Знаете, я размышлял о очень важной теме, и это меня очень коснулось. Я был на выезде под Псковом с другим служением и учил людей, как слышать голос Божий. И нечто открылось для меня самого. Почему? Потому что очень важно нам не только, как мы думаем, но я думаю, каждому из нас важно, как мы себя ощущаем. Чувствуем, правда? Конечно, для нас ощущение или как мы себя ощущаем очень важно. Поэтому я хотел бы поговорить вот о какой теме. О теме вечной жизни. Вы скажете, как наши ощущения имеют связь с вечной жизнью? Я думаю, они имеют напрямую связь. Давайте с вами откроем первое послание Иоанна. Очень интересное слово. Первое послание Иоанна, 5 глава. Мы видим провозглашение, которое здесь написано. Здесь говорится в 11 стихе, свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Правда? И эта жизнь в Сыне Его. И мы иногда думаем, ну, хорошо, Бог даровал нам вечную жизнь, мы спасены, но вот когда, так сказать, это время закончится, и мы пойдем к Господу, вот тогда вечная жизнь будет в полноте. Вы знаете, это не тому, чему учит это Слово Божие. Оказывается, давайте почитаем дальше. Итак, говорится в 12 стихе, имеющий Сына Божьего имеет что? Жизнь. А не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. 13 стих. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божья, имеете жизнь вечную. Знаете, одно знать, а второе жить в этом. Есть очень интересная история, которую я услышал от одного проповедника. Она меня очень благословила, ну, и тоже повеселила. Он рассказал, что он был в южной стране, я не помню, какая страна, и когда он приехал в одну семью, в этой семье был очень большой и красивый попугай. И так как люди, к которым он приехал, были верующие люди, ну, естественно, всегда речь шла о чем? Ну, о Слове Божьем, верно? Часто говорили. И что вы думаете, попугай оказался очень умным попугаем. Вот, и проповедник приехал, и он говорит, слава Христу, слава Христу. Думаю, что откуда несется? То есть попугай, оказывается, не только говорил славу Христу, он говорил очень многое, и все, и слава Божьего. Да? Ну, что интересно, его разум не был обновлен. То есть он мог повторять, но на самом деле он не провозглашал или не мог явить ту вечную жизнь, которую дарована нам во Христе Иисусе. Правда? То есть Писание говорит, что мы имеем с вами вечную жизнь. Мы не только говорим или имеем, как бы, заучили правильные слова, но мы имеем силу провозгласить ее. Это удивительная вещь. Итак, послание к Ефесянам, 4 глава, 23 стих, 24. Заметьте, там, давайте внимательно с вами прочитаем. Там сказано, чтобы мы с вами обновились духом в нашем разуме. То есть не просто мы стали говорить слова, заучили, как попугай, верно? Но чтобы в нашем духе, в нашей душе мы имели обновление духа. Что это значит? Я думаю, будет более ясно. Давайте с вами откроем притчи, 4 глава. В притчах, 4 глава, есть удивительные слова. И вот это мне открылось на этой неделе, и я стал размышлять. Это очень-очень важно для нас. 4, 23. И говорится, больше всего хранимого храни разум твой, потому что из него источники жизни. Правильно, верно? Не сердце. Сердце должно быть. А как? Сердце? Сердце. Не разум. Сердце. Подождите, еще разочек. Сердце. Так, больше всего хранимого храни, верно, сердце. Ага. Сердце твое. А не разум. Сердце. Сердце. Вот видите, да? То есть, слава богу, что мы не спим. Да? Мы на чеку. То есть, не разум, а что? А сердце. Давайте скажем по-другому. То есть, не разум, а дух свой. Да? Не разум, а ощущение или вечную жизнь нового человека хранить нам нужно в сердце. Понимаете? Куда я клоню, да? То есть, я говорю о том, что нам важно в нашем духовном человеке, чтобы Христос рос в своей природе. Да? Чтобы там был мир, чтобы там была радость, чтобы там не было чувства вины, чтобы там не было чувства страха. Понимаете? То есть, вот, что писали нам, говорит, чтобы мы с вами могли обновиться духом. Отношения Христа. То есть, одно я, как бы, знаю слово, это важно, а второе, я несу эту жизнь, вечную жизнь, потому что это нам уже дано сейчас, прямо сейчас. Это здорово, это очень-очень ободряет. Поэтому, очень важно для нас, в каком состоянии находится наше сердце. Давайте с вами откроем филиппийцам, вторая глава, вторая, двенадцатый стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более сейчас, во время отсутствия моего. То есть, апостол Павел пишет на седание церкви, да? И он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Интересно, правда? Но мы же уже спасены, мы уже получили вечную жизнь. Почему же вдруг здесь апостол говорит, что нам необходимо совершать со страхом и трепетом свое спасение? Я думаю, это относится к тому, о чем мы прочитали, чтобы мы жили в полноте этой вечной жизни. Вечная жизнь – это Христос. Когда Он себя проявляет, тогда мы что, мы с вами, так сказать, улыбаемся, нам так хорошо. Вот почему все любят слушать пастора Шайля. Знаете почему? Потому что он может говорить о чем угодно, да? Но с другой стороны, что-то проявляется, да? Какая-то жизнь является, и мы говорим, о, как здорово! О чем пастор говорил? Ну, о Библии, о Боге, да? Но было так хорошо, было так здорово! Это и есть проявление в вечной жизни. Это здорово! Итак, как же мы можем совершать мое спасение? И иногда я, знаете, пишу свои дневники, общаюсь с Господом. Я один раз спросил, Господь, ну а как вообще, какая твоя точка зрения, как совершать мое спасение? И вот какой я ответ получил. Твоя душа нуждается в очищении от путей смерти. Ищи меня в покое кротости. Я здесь, и не думай после того, как ты уже сделал. Думай перед любым действием и смотри на его источник, так как мой источник всегда приносит мирный плод праведности. Поэтому давайте будем назидаемы, давайте будем больше и больше принимать это обилие жизни от Христа, потому что он здесь, он заплатил цену, и он хочет себя являть через наши сосуды. Аминь? Аминь!